Стольких сыновей и дочерей подарила Мордовия миру, чья жизнь, чей полет был ярок и незабываем. И мы по праву можем гордиться ими, ведь это наше национальное достояние. Радостная и счастливая Евгения Вешкина делится с одноклассниками впечатлениями и видео с конкурса. Национальный наряд, а еще гибкие ум и ораторские способности выделили ее среди участников из 38 регионов страны. Еще в феврале Евгения стала призером республиканского этапа конкурса «Ученик года». А спустя 10 месяцев ей выпал шанс заявить о себе на всероссийском уровне. Когда уже начался всероссийский этап, первый этап был с подачи в портфолио. И мы очень с трепетом ждали, когда же объявят имена финалистов. Когда я нашла себя в списках, это было просто феерично, потому что я совершенно не ожидала. Но узнав, что мне предстоит отправиться в Ульяновск, я очень сильно обрадовалась в первую очередь. На подготовку у Евгении было чуть больше недели. На конкурсе предстояло пройти пять испытаний. Школьница рассказала о себе и малой родине, решала различные кейсы и отстаивала свою точку зрения в дебатах. Задания в целом были не из простых. Особенно волнительно было участвовать в дебатах. Но после именно этот этап Евгения отметила как один из самых запоминающихся. Мне очень понравилось говорить на публику, рассказывать жюри свою точку зрения, свое мнение. То есть для меня это было одновременно самое сложное испытание, но самое интересное. В первой гимназии с гордостью говорят об успехах ученицы. Евгения Вешкина – постоянный участник конкурсов различного уровня. Кроме того, она серьезно увлекается музыкой и играет в оркестре. Но творческой профессии Евгения предпочла научные направления. Школьница хочет связать свою жизнь с физикой и математикой. Помимо этого, мне бы хотелось продолжать развитие волонтерской деятельности, потому что для меня это очень интересное направление, которое может дать также много возможностей. И вообще волонтерство – это когда ты отдаешь какие-то эмоции и при этом получаешь еще больше эмоций. Финалистом конкурса стал еще один участник из Мордовии Дмитрий Милешин, ученик 11 класса Краснослободского многопрофильного лицея. Мне 16 лет. Я очень люблю путешествовать. В прошлом году я окончил 9 классов и за свои отличные успехи получил красный аттестат. Дмитрий успешно совмещает учебу и участие в различных конкурсах, идет на золотую медаль, увлекается реставрацией советской фототехники и готовится к поступлению на юридический факультет. Дмитрий отметил, на конкурсе были довольно сильные соперники, и победителем можно назвать каждого из них. Впечатления от конкурса были и есть очень приятные, потому что в Ульяновск прилетели дети из различных уголков нашей большой России. Все очень талантливые, настоящие и дружелюбные. По поводу конкурсных заданий могу сказать то, что они были довольно-таки сложными, но все ребята справились с поставленными задачами. Конкурс «Ученик года-2021» стартовал 8 декабря в Ульяновске. Соперниками ребят из Мордовии стали ученики с 9 по 11 классы. Участников отбирали по итогам региональных и заочного этапов. В финал вышли 100 человек. Сейчас в планах участников из Мордовии успешно сдать единый государственный экзамен и поступить в желаемый вуз. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости.